Всем привет! Кому будет интересно, сегодня первый раз вместе с вами на строе первоначально Windows 11. Представьте, что вы купили ноутбук. Поехали! Первое это у нас подключение к сети. Вообще, как долго это все делается? Я без понятия, если честно. Далее нажимаем кнопку «Далее». Вот такой вот у нас экранчик. Проверяем наличие обновлений. Даже если они есть, есть ли возможность от них отказаться, пока еще непонятно. Ну, давай быстрее. Вообще, как правило, первоначальные настройки, они должны быть максимально быстрыми для того, чтобы человек начинал пользоваться. А потом уже изнутри все это под себя настраивал. Продолжаем. Прошло 3 минуты. Не стал писать, как крутится шарик, а просто поставил на стоп. Продолжаем дальше. Лицензионное. Ну, давайте «Админ». «Админ». Называем компьютер. Далее. Перезагружается, как я понимаю, или идет настройка каких-то обновлений. Пока еще непонятно. Черный экран. Хорошо, что на Honor 16, D16 матовое антибликовое покрытие, отпечатки пальцев не остаются. Просто практически. Да не то, что практически. Вообще не остаются. Ну, вдруг перезагружается. Видите, даже мое изображение размыто. И включается, наверное, опять с какими-то предустановками. Подождите. Вот почему я ненавижу Windows, а работаю в macOS. Так. Дальше. Продолжаем дальше. Если он будет перезагружаться после каждого далее, то вообще неинтересно. А если я не хочу, параметры входа назад. Нет учетки. Не войду или что? Здесь есть где-то пропустить? Вот это поворот. То есть я должен создавать параметры входа. Ладно, буду разбираться. Итак, продолжим. В общем, я создаю учетную запись. Не пускает безучетной записи. На самом деле, как бы чего? Я не хочу писать ни имени, ни фамилии. Ну, хорошо. Тест. Блин. Microsoft. Ты меня убиваешь. Тест. Тест. Я просто не хочу ее указывать. Зачем мне нужно? Код рождения. Март. Первое. Конечно же, это фейковые данные. Россия. Зачем мне это все нужно при первоначальной настройке ноутбука? Зачем меня привязывают во всю эту фигню? Если я захочу пользоваться сервисами Microsoft, я просто их заново введу или зарегистрирую. Мне пришло какое-то сообщение на почту, да? Использовать. Давайте. Да, настроить. Сейчас вместе с вами настроим сканер отпечатка пальцев. Вот так вот он настраивается. Достаточно долго. Немного правее, левее. Готово. Ну, хорошо. 20 секунд. Все готово. Дальше. Ну, почти в прямом эфире. Как бы, сколько создать, задать пин. Ну, окей, давайте зададим пин. Для этого компьютера. Мне просто интересно. Вот я как бы этот компьютер отдам через какое-то время. Как мне потом это все отсюда удалять? Я не понимаю, как бы. Как скидывать. Пишите, если вы знаете, как скидывать на заводские Windows. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Их обычно забывают все. Не соответствует требованиям сложности. Хорошо. 0,0,9,0. 0,9,9. Окей. Почти в прямом. Ну, короче, ну, пять минут точно я уже сижу, как бы. Пять. До этого зарядил ноутбук полностью. Здесь звук можно, да, посмотреть. Да. Так. Местоположение неинтересно. Это неинтересно. Поиск устройств. Местоположение включить. Диагностика. Рукописный ввод. Нет. Диагностические данные не хочу. Индификатор рекламы не хочу. Принять. Это я соглашаюсь с чем-то. Далее. Вот этот шаг можно пропустить. Карты, музыка и так далее. Повторюсь, это Windows 11 на новом ноутбуке. Honor D16 на Ryzen 5. 16.512 по характеристикам. Если кому-то интересно, будет отдельное видео. Точнее, уже есть отдельное видео. На канале синхронизация всего и вся. В общем, не знаю. Проверка обновлений еще раз. Придется, наверное, ставить на паузу. Посмотрим. Так. Привет. Ну, привет. Подготовка для вас. Понятно, это займет, наверное, минут 20. Может быть, быстрее. Это может занять несколько минут. Обычно на десятке такого было. Давайте я прервусь. Дальше включу, когда уже все загрузится. Вот так. Пока еще прошло пару минут. Не выключайте компьютер, не отключайте его от сети. Еще раз. Не выключайте свой компьютер, если мало ли вы не поняли, что его не надо отключать. Не выключаем. Хорошо. Вот. Все. Так. Что? Тут? Куда? Так. И что мне надо делать? Включить. Окей. Все. Настроили. То есть, это заняло порядка 15 минут. Смотрите, какой классный, сочный экран. Блин. Круто. Мне нравится. Давайте. Беглый обзор. Я вообще с виндой на вы. И так, PC Manager. Что у нас? Зачем это нужно? Это включаем. Что мы? Так. Здесь сюда уведомление. Окей. Завтра, четверг, 31 марта. По батарейке. Отлично. Ну, прикольно. Тут смена языка. Все такое плоское. Скажем так, flat режим. Ну, внизу, я думаю, что вот это все можно перенести. Предустановлен. Смотрите уже. Яндекс. Что это у нас? Магазин Microsoft Store. Edge. Проводник. Чат. Мини-приложение. Что за мини-приложение? Ага. Вот они. Вышли. Мини-приложение. Список отслеживаний. Там что-то, короче. Отсканируйте отпечаток. Ну, давайте. Отсканировал отпечаток. Дальше что? Это, знаете, из разряда NOOB настраивает этот. Да не надо мне еще. А я не люблю никуда входить. PC менеджер. Короче, тут проверка электронной почты. Видите код. Отправлено письмо. Да, действительно. Отправлено письмо. И, соответственно, надо будет это все дело ввести. Он постоянно вылазит. Окей. Сейчас ведем. Продолжим. Продолжаем. Тест одной рукой. Нифига он не откроется. Открываем. Такой шикарный дисплей. И ты такой пробел нажимаешь. Он такой. Пожалуйста, тест-тест. Заходи к нам. Заходит. Еще раз. Опа. Все. Я тут уже начал это. Краткий обзор. Что нас ожидает после первоначальной настройки. Давайте закроем. Прямо пробежимся по меню настройки. Итак, продолжим. Мини-обзор. Вот мы первоначально все настроили. Разблокировка пальцем работает. Дальше. Давайте посмотрим сначала с рабочего стола. Что здесь есть. Как обычно, правая кнопка мыши. И у нас вот такое вот новое плоское меню. С привычными нам параметрами, что мы можем выбрать. Если мы заходим в этот компьютер. В мой компьютер. Причем теперь этот компьютер не мой. Для меня это интересно. Здесь вот такие вот новые иконочки. Загрузки рабочего стола и так далее. Тоже все в плоском режиме. Как выглядит меню пуск. Меню пуск выглядит следующим образом. Все приложения вот таким вот образом. Я уже чуть-чуть поднастроил скорость перемещения курсора мыши. Для того, чтобы он не так медленно перемещался. Чуть побыстрее. Далее. Это поиск сквозной по системе. Потом многофункциональное приложение. Несколько рабочих столов. Здесь у нас вот такой вот сплитскрин. Точнее даже не сплитскрин, а в общем какие-то погоды. Давайте перезагрузим. Попытку перезагрузить погоду. Да, в Петрозаводске сегодня минус один. Фотографии. В общем сюда будут добавляться виджеты. Это иконки виджетов. Дальше у нас чат. Дальше у нас проводник. Это опять открывается у нас мой компьютер. Как я его привык называть. Microsoft Edge. Давайте отсюда его открепим. Из панели задач. И магазин приложений тоже. Мне он нафиг не нужен. А вот Яндекс как бы пускай будет. Запускаем Яндекс. Открывается достаточно быстро. Сейчас смотрите. Если я делаю вот так. Нет, не вот так. А делаю вот так. И навожу сюда. Вот. Не на всех приложениях это работает. Допустим, мне надо разделить вот так. Я сюда. Хоп. А браузер у нас здесь. В общем, к этому надо привыкать. Видите, я с виндой пока еще раз повторюсь на вы. Продолжаем. Здесь у нас все как обычно по фэншую. Выбор языка. Выбор сети. Тут сразу можно все подключения отредактировать. Также подсветку звук. Посмотреть параметры аккумулятора. Дальше здесь у нас уведомления. Тоже плоский экранчик. Закрыли все уведомления. И PC Manager. Что он означает? Я понять не могу. Что означает PC Manager. Без понятия. Итак, продолжим. Вот у нас параметры системы. Здесь написаны все основные наименования. В самом низу о системе. Кстати, вот технические характеристики данного ноутбука. Также мне понравилось. Вот здесь вот у нас слева. всевозможные персонализации. И все каталогизировано по определенным параметрам. В принципе, все можно менять. Я достаточно быстро понял, как изменить параметры курсора. То есть скорости курсора. Просто в поиске курсора и так далее. Можно поменять персонализацию. Допустим, фон рабочего стола. Сделать его хоп и темным. При этом у нас меняется на темную тему. И сами внутренние все окна. Если открыть сейчас проводник, то у нас вот тоже все будет темненькое. Если хотите темненькое, то будет темненькое. Хоп, и будет светленькое. Меняется все буквально на глазах. И молниеносно. Итак, в общем, это были первоначальные настройки Windows 11. Прямо с нуля. Как будто только купили ноутбук. И, соответственно, с одной стороны, на самом деле, это все быстро, просто. Но непривычно тому, кто несколько уже, больше 10 лет, я практически не пользуюсь ноутбуками на Windows. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok